На сегодняшний день переработка сельхозпродукции это 5% республиканского объема промышленного производства и 16% обрабатывающей промышленности. В сфере пищевой перерабатывающей промышленности количество действующих предприятий составляет 1370, в том числе крупных около 60. Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают зерноперерабатывающая отрасль 19%, молочная 16%, хлебобулочная 15%, мясоперерабатывающая, плодовочная, масложировая и прочие. В целом объем производства продуктов переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности в 2012 году составил 830 млрд тенге или 5,5 млрд долларов США. При этом импортирована продукция на сумму 3 млрд долларов и экспортирована на сумму 1,1 млрд долларов. Таким образом, доля отечественного производства в общем объеме потребления составляет порядка 60%, остальные 40% импортируются. Если рассматривать структуру потребления, то по всем основным видам продуктов переработки сельхозпродукции доля отечественного производства составляет более 80%. Исключение составляют плодовочные консервы менее 10%, сахар, сырые, творог, колбасные изделия, масло сливочное, мясорастительные консервы. Как показывает анализ, основным ограничивающим фактором роста объемов переработки сельхозсырья и загрузки перерабатывающих мощностей по вышеуказанным продуктам является их слабая конкурентноспособность, как правило, связанная с высокой себестоимостью производства. Учитывая изложенное, главной целью развития перерабатывающей промышленности является снижение себестоимости производства и повышение конкурентноспособности производимой продукции. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач. Первое. Обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия, обеспечить высокотехнологичное производство готовых продуктов и обеспечить сбыт готовой продукции. Для решения проблем обеспечения сырьем и высокотехнологического производства, а также увеличения производства готовой продукции, Министерством сельского хозяйства разработан и утвержден мастер-план развития перерабатывающей промышленности Республики Казахстан. Основными переработка сельхозпродукции включает широкий перечень направлений и поддержать все направления в условиях ограниченности бюджета средств практически невозможно. В этой связи для эффективного использования бюджетных средств и получения максимальной отдачи представляется целесообразным оказывать поддержку только приоритетным направлениям. Основными критериями для определения приоритетных направлений определены, первое – это наличие перспектив развития на внутреннем рынке, импортозамещения, наличие перспектив развития на внешних рынках и наличие дешевого и качественного сырья, а также перспектив для его производства. Исходя из указанных критериев, приоритетными для развития перерабатывающей промышленности определены следующие направления. Переработка молока, производство сливочного масла, сыров, сухого молока. Переработка мяса, производство массажировых продуктов, производство макаронных изделий, круп, переработка кукурузы, переработка плодов и овощей, производство сахара и первичная переработка шерсти и шкур сельхозживотных. Что касается первого направления – переработка молока, то на сегодняшний день в стране было произведено 4,8 миллионов тонн молока, из которых 85% произведено в ЛПХ. При этом доля переработки от общего объема производства составляет 35%, или 1,6 миллиона тонн. Объем экспорта составляет 22 тысячи тонн, а объем импорта – 903 тысячи тонны. Внутреннее потребление – 2,5 миллиона тонн. Доля отечественного производства во внутреннем потреблении составляет 65%, остальные 35% импортируются. Таким образом, в переработке молока очень большая перспектива импортного замещения. В целом, по всем направлениям перерабатывающей промышленности характерны три общие проблемы. Первый – это низкое качество и недостаточность сырьевой базы. Второй – это физический и моральный износ технологического оборудования. И третий – это нехватка оборотных средств. По всем трем основным направлениям в рамках программы «Агробизнес-2020» предусмотрены механизмы государственной поддержки, направленные как на субсидирование производства сырья, так и на субсидирование модернизации и перевооружения оборудования и технологических производств, инвестиционные субсидии, так и на субсидирование процентной ставки по кредитам, в том числе, которые берутся на пополнение оборотного капитала. Таким образом, по направлению переработки молока до 2020 года в рамках программы «Агробизнес-2020» предусматривается 59,7 млрд тенге на развитие данного направления. Что касается переработки мяса, по данному направлению в рамках программы «Агробизнес-2020» предполагается предусмотреть 13,4 млрд тенге, переработка плодов и овощей – 3,2 млрд тенге, переработка семян масличных культур – 17,8 млрд тенге, глубокая переработка зерна – 9,8 млрд тенге, производство сахара – 14 млрд тенге и первичная переработка шкур и шерсти – порядка миллиарда тенге. В целом, по мастер-плану развития перерабатывающей пищевой промышленности в рамках «Агробизнес-2020» предусмотрена сумма в объеме 118,9 млрд тенге. Таким образом, по нашим предположениям, будут решены вопросы, связанные с обеспечением сырьевой базы, с обеспечением модернизации оборудования и обеспечением оборотного капитала. Что касается сбыта продукции, то в целях систематизации и консолидации действий предусмотренных мастер-планами Минсельхоза разработан и внесем проект постановления правительства об утверждении комплексного плана мероприятий по развитию переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности на 2014-2020 годы, согласованные всеми заинтересованными госорганами. В данном комплексном плане предусмотрено решение таких проблем, как борьба со скрытым демпингом, борьба с нарушением тех регламентов, борьба с объединением усилий по продвижению продукции отечественного производства на внутреннем и внешнем рынке. Таким образом, реализация комплексного плана, на наш взгляд, позволит значительно повысить конкурентоспособность отечественной перерабатывающей промышленности не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке и существенно расширит экспортные возможности перерабатывающей промышленности. Доклад окончен. Доклад окончен.